так ребятки я в машине часть 2 на сегодня установила камень друг горизонтально если я не двигаюсь то мне классно так вот так опереть и все хорошо а если машина едет то конечно будет камера вертикально также конечно же у меня замедляется речь если я я снова же кремчиком ручку это тем медовым хани у меня замедляется речь если я веду машину потому что кто-то мне спросил как медленновато при вождении конечно потому что я концентрируюсь на дороге сразу там включу поворот повернул это сама главная безопасность а тогда уже это не важно там мысли меня уже догонит что хотела сказать потому что если я еду и рассуждаю то конечно это будет медленнее тем более флегматично сангвиничный темперамент он такой я не холерик который там быстро разговаривает или или быстро свои мысли передает при любых обстоят при любых обстоятельствах при любых что его окружает там при вождении я не я спокойненько еду рассуждаю кому не кому медленно переключайте что все всем понятно что делать переключаем скорость на на повыше быстрее на убыстренную скорость и слушаем замедленную речь кому интересно кому не интересно или кого-то утомляет медленно речь уходим из канала радуемся жизни находим быстро говорящих блогеров за рулем которые таре 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 тара тара например марина иванова наверно будет и за рулем бы быстро бы говорила вот ну все люди разные поэтому марина иваново до маринана паре Марина Нова и Марина Иванова. Две Марины. Иванова, это Марина Иванова, это настоящая фамилия. Марина Нова, это кличка. Ну, как сказать. Псевдоним. Кстати, девочки, напишите. Марина Нова. Нужно вообще, оно склоняется? Марина, напиши, пожалуйста, если ты хочешь поучаствовать. Склоняется ли твоя фамилия Нова? Кому? Марине Нове. Кого? Марину Нову. Кем? Марина Новай. А ком? О чем? А Марине Нове. Я считаю, я буду склонять эту. Я не буду вот так, не склоняючи. По-русски это нужно, все имена склоняются. Иванова, Иванову, Ивановай. Кем? Чем? Кого? Кого? Что? Иванову. А ком? О чем? Об Ивановай. Мы же склоняем, так и Нову тоже. Нову, как Иванову. Я буду склонять. По падежам. Именительный, родительный, дательный, винительный, предложный. Правильно? Опять падежи. Вот русский язык. Русскоязычная школа. Так, девочки. Саша Эл. Молодец. Мы иногда общаемся за кадром. Я познакомилась с интересной, с интересным новым блогером из Флориды. Имен назвать не буду. После того, будет тайной загадкой. И иногда мы общаемся за кадром. И иногда, знаете, насколько вот обогащает это общение. Насколько ты можешь выразить свои мысли. Пусть они там и отличаются. Пусть они... И, ну, у нас очень много общего, схожего. Вот. Единственное, скажу, что мы обе львы по зодиаку. Все. Примерно одно мы поколение. Все. Больше ничего нельзя говорить. Это все секрет и тайна. Только если она захочет это рассказать. Ну, и да, с ней переговоримся в голосовых сообщениях. Иногда мы можем обсудить блогеров, которых мы обе смотрим, и выразить свое мнение. Вот так. Мы сошлись обе на том же мнении, на одном и том же мнении, что вот Саша Элл, ее вот последнее видео после восьми месяцев молчания или даже девяти уже, когда Марьяма блогеров, Марьям про блогеров про нее упомянула, а я этой моей новой знакомой упомянула про нее еще месяц назад или две недели назад. Ну, просто упомянула, как-то оно так совпало. И тут она выпускает видео после восьми-девяти месяцев вот это молчание проходит процедуру развода. Все это не быстро. Например, одна моя знакомая в Украине быстренько за три месяца развелась. В декабре подала, в марте свободно уже. Поэтому, это видите, настолько странно. В каждой стране свои законы, свои требования, свои процедуры. Иногда так может затягиваться этот развод. Конечно, побыстрее, если уже решили разводиться, хочется побыстрее. У нас в Британии убыстряется процедура развода. Я сейчас загну пальчик, кому интересно расскажу. но вот про Сашуэл мы с моей знакомой с моей знакомой с моей знакомой из Флориды сошлись на том, что она хорошо выглядит для ее возраста, в той ситуации, что она сейчас после развода. Вот она начала следить за собой, за фигурой, за телом, ну, просто привела себя в порядок. Причешечка, макияж, блондинистая. Немножко с речью, с речью у нее, как бы, проблемы бывают, вот, кому, как дано по природе, да, вот, ну, например, диктором телевидения не выберут, если какие-то речевые немножко проблемы. Но это совсем, это мелочи, это совсем мало что значит. Главное, что человек выходит из развода позитивный, настроенный позитивный, конечно, ей это помогает, она хочет устроить новые отношения, может быть, выйти замуж, может, как уже сложится, как получится, вот сейчас ей 48 лет. И, кстати, кто она по гороскопу надо спросить. И настроена оптимистично. Ну, вот она говорит о том, что ходит на свидание, и, ну, она так удивлена, но она, если, если ей 48 лет, а 21, ей год был, ну, надо поотниматься, минус, минус 26 лет. Так, минус 26 лет. Так, 22 год минус 4. Наверное, в 96 году она вышла замуж, когда я закончила школу, значит. Я закончила школу в 96 году. Она вышла замуж, да. Угу. Ну, в 96 год еще ж не было таких интернет-знакомств развитых, что там фоточки добавлялись слишком. Было такое, сходить надо куда-то было в студию, чтобы тебя сфотографировали, как-то тебе оформили цифровое фото. Даже в 2000 году уже, уже только в начале 2000-х у людей начинали появляться цифровые видеокамеры, да. Ну, может, у кого-то раньше, там, кто побогаче, кто по развитию. Вот, ну, наша первая видеокамера, не только видеокамера, вообще, Нейсону было три годика, когда Наджел подарил, даже два, два с половиной, наверное, три уже было, ну, три. Он мне подарил видеокамеру первую, еще в телефоне не было тогда видео снимать. Три годика Нейсон, это в 2010 году он мне подарил ее. Так, переходим на третью часть, ребятки, через минутку. И, значит, в 2010 у меня была видеокамера, смартфон, смартфон у меня только появился в 2019 году, представляете, вот поэтому мой канал совершенно был застрявшим, ну, вот этот обновлен, как бы, вот такой более, ну, чуть-чуть активнее я могла что-то поснимать, где у меня не заканчивается видео, постоянно не прерывается мой разговор. На предыдущем, не, в 2017 году самый первый, наверное, телефончик он мне подарил в 2017 году, и он прерывал, не, в 2019, вспомнил, в 2019, какой-то у меня был телефончик, где можно было нажать, да, это, наверное, в 2017 год, так, на Исану было 9 лет, 16, мой самый первый смартфон был в 2016 году, но там было так мало памяти, я не могла ничего толком заснять, там как бы на 2-3 минут, на 2 минутки и все, прерывалось максимум до 3 минут, это было так вообще никак, как ты можешь быть блогером, если в телефон не давал тебе снимать, это в 2016 году, первый телефон у Нейсона появился, ему было 9 лет, смартфон, вот, и Наджел нам обычно покупает одновременно, и мне, и Нейсона там на предложение, и себе, это 2016 год, а через 3 годика мне этот обновил телефончик, мой любименький аддроид, который я сейчас обожаю, который меня спросили, какой-то телефон, на что снимать, и на какую камеру, это обычный телефончик аддроид, просто, просто классный супер, вот, где-то 10 фунтов Наджел платит помесячно за пользование, может, сейчас 12 уже платит, за мой, за Нейсона, за свой, по 12 фунтов, хорошо, мне нравится, в общем, как он работает, как он снимает, супер, можно до 2 часов видео, но оно мне не надо, но вот, можно просто до 2 часов, хорошо, девочки, мальчики, переходим на часть третью, кому интересно.